Добрый день, дорогие друзья, уважаемые наши зрители! Мы продолжаем нашу серию лекций в рамках фестиваля «История Малой Родины и История Отечества». И, наверное, хотелось бы отметить особенность нашего фестиваля, нашей серии лекций. А состоит она в том, что охватывает целый спектр сотрудников различных организаций вместе с нами и педагоги высших школ, и педагоги средних общеобразовательных школ, и сотрудники музеев, сотрудники библиотек. Буквально сегодня мы встретились с сотрудницей библиотеки. И, кроме этого, сами педагоги представляют целый ряд различных предметов. И сегодня нашу лекцию из Псковской области проведет Надежда Павловна Романова. Она является педагогом-учителем географии Псковской среднеобщеобразовательной школы Псковского района. Сегодня Надежда Павловна поделится с нами своим опытом в работе с молодежью в области краеведения. Не хочу надолго задерживать начало нашего разговора, поэтому, Надежда Павловна, здравствуйте! С удовольствием передам вам слово для того, чтобы начать наш сегодняшний разговор. Здравствуйте, Алина! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Разрешите поблагодарить вас за возможность поучаствовать в таком замечательном мероприятии. Я смотрела всех коллег, все лекции, к сожалению, вечером в записи, так как днем я в школе. И в это непростое время хочется отметить, что это очень поддерживает. Ты понимаешь и чувствуешь, что ты не один. Тысячи коллег по всей стране творят, думают, размышляют, занимаются воспитанием детей. И это дорогого стоит. Поэтому разрешите поблагодарить Российско-историческое общество за такое замечательное мероприятие. Ну а я представляю свою работу из опыта работы школьного кружка «Юные исследователи». Ну и прежде чем, собственно, хочу поделиться скромными методическими находками, я бы хотела два слова сказать о том, что привело меня к исследовательскому кружку. У меня был 20-летний опыт работы учителем географии. И получилось так, что я вернулась в родную школу в силу обстоятельств, и места учителя географии не было. Мне предложили занять почетное место социального педагога, от которого, собственно, все отказывались. Причины были понятные. Очень много сложных детей, сельская школа, проблемы разные, потери работы у родителей, разводы в семье, сложности какие-то финансовые, и группа риска, которую так называют в школе, группа риска была достаточно большая. Ну, а поскольку деваться мне было некуда, я согласилась и вступила в должность социального педагога. Ну, сейчас я расскажу, разрешите открыть презентацию. Первой задачей социального педагога было, естественно, определение основных направлений работы. Ну, и в методичках было написано, что главная задача – это обеспечить ситуацию успеха для таких ребят и вовлечь их в общественно значимую деятельность. Ну, а поскольку у меня был опыт туристско-кореведческой работы, я решила, что нужно вовлекать их во что-то полезное и интересное для таких ребят, и решила, что это будут походы по родному краю. Ну, просто так ходить в походы, наверное, не имело смысла, и я стала искать, куда же организовать эти походы. Выяснилось, что на территории нашей власти находится региональный памятник природы Снятогорско-Морвицкий. И когда я стала расспрашивать детей, да, впрочем, и взрослых, жителей нашего поселка, все говорили о том, что таблички на берегу реки Великой они видели. Населенные пункты там перечислены. Но что конкретно охраняется этим памятником природы, какие объекты культурно-исторического значения здесь есть, никто не знал. То есть задача появилась сама собой – посетить все населенные пункты и выяснить, какие культурные, исторические, природные объекты встречаются на территории нашего памятника. И вот первый этап – это было посещение всех населенных пунктов, встреча с интересными людьми, с земляками, ветеранами. Оказалось, что людей таких немало. Были люди, которые помнили войну, прошли ее маленькими детьми, помнили, как здесь проходила линия Пантера, как была разрушена территория нашей власти, как восстанавливались первые колхозы. Мы познакомились с творческими людьми. Оказалось, что на нашей территории проживают, теперь уже удалившись от дел на пенсию, два псковских известных поэта. И мы познакомились и с ними тоже. Посетили храмы, жизнь нас свела с замечательным священником, отцом Евгением, который стал большим другом нашей школы и теперь ходит на все наши праздники и классные мероприятия во многих классах. После того, как мы за душевным разговором с людьми, у вечернего костра, да, в палатке, то есть это особый мир похода, он очень романтичный, понятно. Естественно, ребята стали рассказывать о том, что у них тоже много интересных хранится каких-то военных писем, да, были такие ребята, которые рассказывали о том, что есть фотографии, о которых они ничего не знают, родственники прожили непростую жизнь. И вот так, слово за слово, у нас наметился следующий этап нашей работы – это написание исследовательских работ. Кто-то решил обобщать рассказы тех ветеранов, да, людей, которые встречались с нами, и мы делали, естественно, записи на диктофон, записи в блокноты свои рабочие, а кто-то обратился к своим историям, семейным историям. И вторым вот таким вот открытием стало для ребят то, что не только в чужой, да, семье у каких-то замечательных, интересных людей могут быть уникальные истории. Оказывается, у наших родственников тоже есть о чем рассказать, есть о чем расспросить. И вот здесь только несколько тем исследовательских работ, и выбираем мы их всегда так, чтобы ребенок предложил сам. То есть я никогда не навязываю тему, он думает, размышляет и потом говорит. Вот, например, у девочки оказалось, что прадед имеет испанские корни. Когда-то перед Великой Отечественной войной он попал сюда с группой испанских детей, он действительно был Санчес Павеллио Эллиутерно, и оказался в России на всю жизнь. Собственно, здесь он и умер. И девочка рассказывала о том, что он так и не стал русским, очень грустил, часто пел песни на испанском языке, которых никто не понимал. И ей захотелось, собственно, узнать, как сложилась судьба, почему вот такой грустный был ее простынник, и что его угнетала всю, собственно, жизнь в России. И она связалась и с испанским центром, и оказалось, что там сохранено его личное дело, и с детским домом, где он проживал до Великой Отечественной войны. И оказалось, что можно реально по крупицам восстановить историю одного человека. Другая девочка искала место захоронения своего прапрадеда. Была только фотография. И были сведения о том, что он захоронен где-то на территории Польши. Нам удалось найти через архивы, через военкоматы место захоронения. И всей семьей они туда поехали. И даже бабушка, которая хорошо помнит его еще ребенком, даже бабушка смогла поехать и поклониться в могиле. То есть вот, когда дети выбирали тему, интересную им, естественно, это их и настраивало на очень активную работу, непростую работу. Это оказалась многочисленная переписка, работа в архивах, в местных архивах, в главных архивах Министерства обороны. И, конечно, длительная, в первую очередь, длительная работа быстрого результата. Тут никто, собственно, и не ожидал. Поскольку ребята все разные и интересовали их разные темы, у нас так определились главные направления исследований. Больше всего ребята, конечно, заинтересовались родословием. Мое, да, история моей семьи – это для ребенка самое интересное. Кроме того, историческое краеведение, экологическое краеведение и литературное краеведение. Но, как я уже сказала, родословие увлекло больше всех ребят. Один из самых старших участников краеведения, сейчас ему уже 21 год, он уже состоявшийся молодой человек, студент Псковского государственного университета и педагог, который уже проходил педагогическую практику. Но начинал он маленьким ребенком, десятилетним, очень неуверенным в себе. И за 10 лет он восстановил замечательную историю своей семьи. Нашел, что у него есть вепские, норвежские корни. Выяснилось, что его прадед прошел всю войну и был руководителем санитарного управления в Берлине. Восстанавливал все медицинские пункты после Великой Отечественной войны в Германии. Оказывал помощь больным немцам на территории Берлина. Кроме того, он выяснил, что дед его был ликвидатором Чернобыльской аварии. Он его не застал, он увидел только свидетельство о смерти. Оказалось, что умер он не случайно, а получил дозу радиации. Оказалось, что отец его очень скромный человек, имеет поощрение от президента Российской Федерации медали за участие в миротворческих операциях. И, конечно, когда молодой мальчик, молодой человек, да, мальчик, который рос и не знал ничего про свою семью, узнал, насколько серьезные испытания прошла его семья, он узнал, чем ему гордиться. Естественно, что из группы риска он перешел, так сказать, на светлую сторону. Он сейчас активный помощник во всех походах, во всех наших мероприятиях, техническая поддержка. И тоже планирует потом прийти обучаться в нашу школу. То есть вот так может сложиться судьба. Еще один молодой человек, Жуков Илья, он заинтересовался совсем другой историей. Бабушка рассказывала, что в войну они пекли хлеб бездрожжевой на естественных заквасках со всякими разными добавками. Морковь, картофель, репа. И вот Илья решил восстановить рецепт этого хлеба, научиться его печь таким, каким он представлял себе был военный хлеб его бабушки. Это стало тоже их семейной историей и профессией Ильи. Он выучился на повара-кондитера. Сейчас он проходит службу в рядах российской армии, но планирует и дальше посвятить себя этой профессии. То есть вот так вот история его семьи, исследовательская деятельность, потолкнула его в совершенно неожиданную даже для нас сторону. Еще один молодой человек, Рябинин Александр, он был очень неуверенный с компьютерной зависимостью мальчик. Родители не знали, собственно, что с ним делать. И вот этому замечательному молодому человеку пришла в голову идея, что все наши работы, все труды нужно каким-то образом собрать. Хранить их в бумаге сейчас неактуально и недолговечно. И вот тогда он предложил идею, что нужно создать сайт, на котором разместить все найденные нами материалы, фотографии, исследовательские работы. И поскольку я не очень технически подкованный человек, то Александр и два его товарища, которых он сагетировал, стали учить язык программирования для того, чтобы создать этот самый сайт. Вот третий этап – это была обработка всех собранных нами материалов за пять лет и создание вот этого сайта-путеводителя – справочник объектов Снитогорско-Мурвицкого памятника природы. Выглядит он таким образом. Сейчас я перейду на страничку, чтобы вы могли увидеть, как это работает. Мы его разместили на школьном сайте для того, чтобы это было бесплатно. И любой человек, пройдя по адресу, может увидеть вот такую вот картинку. Все совершенно понятно, интуитивно. Первый раздел – это населенные пункты. То есть, например, нажав на любую из деревень, горки, да, мы можем увидеть фотографию этого уникального населенного пункта, островной деревни, которую зовут Псковска Венецией. Можем увидеть сделанные нами, обращая внимание, фотографии во время походов, замечательного дома, где когда-то гостил Сергей Миронович Киров. Можно увидеть старинные дома, которые сохранились, переданные нам документы местными жителями, да, такая вот рукописная карта деревни. Можно увидеть памятник и прочитать материалы, которые были нами собраны. Это авторские, да, фотографии или те, которые нам передавали из семьи, и поэтому каждая из них подписана, из чего семейного архива, какого числа, да, передана нам данная фотография. И понятно, что они все очень темные, не очень хорошего качества, но, наверное, это единственная возможность сохранить их, нам хотелось бы верить, да, на века вперед. Если посмотреть, например, на следующий раздел, где написано памятники и храмы, да, культурно-исторические объекты, можно, например, попасть в Снедогорский монастырь, удивительный памятник, да, где сейчас хранятся фрески, и он внесен в список объектов всемирного наследия в этом году. Вот таким образом работает сайт. Можно посмотреть на еще один раздел. Сюда мы выкладываем все новости, куда ходим в походы, в какие экспедиции ездим. Например, мы отправились в поездку для участия в экспедиции «Полестовский заповедник». И когда на сайте заповедника появилась эта информация с нами, да, то мы сразу даем ссылку на своем сайте, чтобы другие люди тоже видели, в чем мы участвовали, и, да, фотографии, и краткий текст, который пишут сами ребята к этому разделу. Вот таким образом мы создали сайт. Естественно, что ребята добавляют информацию, техническую часть выполняет всю Рябинин Александр, ну, а литературную статьи, фотографии – это делают все наши исследователи, то есть вся группа. Еще одно направление, да, куда нас привела наша исследовательская работа, это было создание эколого-просветительского отряда «Чувствий Псков». То есть ребятам постоянно хочется найти какое-то практическое применение в своей работе. И понятно, что когда мы путешествовали, то мы увидели, насколько в плохом состоянии находится берег реки Великой, этого нашего охраняемого объекта. И тогда, вот уже, конечно, значительно подросшие, это по фотографии видно, ребята предложили проводить регулярные субботники по очистке берега. И у нас образовалась эта группа из 20 энтузиастов, не только ребята, но и несколько педагогов, директор школы участвовала во всех акциях. Но просто агитировать и выпускать листовки, это не приводит к результату, который бы нам хотелось, чтобы 100-200 человек в этом участвовали. И вот я хочу поделиться такой методической находкой. Она опубликована в сборнике, чудской проект, и мы ее презентовали в прошлом году в Эстонии на международном конкурсе. Это экологическая ярмарка. Ее придумали сами ребята. Вот что они решили сделать. Они написали объявление, что будут принимать мусор за деньги. Ну, естественно, деньги они выпустили сами, Экона. Вот сверху видна эмблема, как выглядит эта денежка. Это эмблема нашей организации «Чистый Псков». Так выглядит один Экон. На заработанные Эконы можно будет потом приобрести сувениры сладости, ну, а чай и пироги от школьного повара будут бесплатны. Понятно, что для того, чтобы организовать эту акцию, потребовалась значительная работа. Вначале ребята прошли и сделали разметку на территории. Примерно прикинули, в каких квадратах, в каких участках, сколько мешков мусора может быть собрано. Потом мы обратились в Волость, и они выделили нам эти мешки и перчатки, для того, чтобы ребята могли работать. Потом оценили, провели опросы, что хотели бы купить, какую продукцию хотели бы купить за эти Эконы. И только после этого была назначена дата, 27 апреля мы ее объявили, и началась уборка территорий. По благословению отца Евгения мы убирали самую грязную часть берега. Это территория, которая прилегает к кладбищу, где очень много мусора. Люди выбрасывают там остатки венков, памятники, и очень сложно убирать ее. И вот ребята на тачках, в мешках, помогая друг другу, вывозили этот мусор. Ребята заработали от 2 до 15 Эконов, и дальше на ярмарке, вот тут виден фрагмент, мы продавали продукцию, которую они пожелали. Естественно, это были значки Чистый Псков, очень многие захотели их купить. Кружки с символикой Чистого Пскова, которые мы заказали через спонсоров. Те, кто, ну, малыши, которые собрали очень мало мусора, их мы угощали чаем и пирогами бесплатно, можно было купить экологически чистую продукцию, мыло, например, зубную пасту, которую мы тоже через спонсоров постарались приобрести дешевле. Естественно, ярмарка вызвала очень большой интерес, по той причине, что участвовало 200 человек, пришли родители, были замечательные вот эти призы и подарки от спонсоров, и каждый следующий раз, когда ребята ее проводят, все большее количество желающих, ну, и есть возможность убрать большую территорию. При этом 20 человек, которые изначально сами убирали всю эту территорию, теперь выступают в качестве бригадиров, организаторов, продавцов, да, то есть я не одна, и не мы с педагогами следим за тем, как проходит уборка территории, а уже вот такая вот активная группа ребят. Следующим этапом было вступление в чистые игры. Это такая международная программа, мы связались с ее организаторами, там нет ничего сложного, они прислали правила, и на территории нашего Сметогорско-Муроцкого памятника природы о местопадении Великой в Псковское озеро мы в лесу проводили, это практически то же самое, что субботник, только соревнования, за которые выручаются такие же призы, и сведения подаются во Всероссийский штаб чистых игр. То есть теперь мы являемся и участниками чистых игр. Наших ребят в разные направления привела вот эта вот исследовательская, туристическая деятельность. Василек Никита, допустим, отважился подать заявку на премию мира 2018 года и прошел в полуфинал. Он был приглашен в Санкт-Петербург на торжественную церемонию. Петеро наших ребят, которые активно участвовали в этой работе, являлись победителями разных конкурсов, побывали в Орленке совершенно бесплатно, поскольку конкурсные мероприятия проводятся по разным направлениям, то им удалось попасть на экологическое направление, техническое направление. Как раз-таки мальчик, который создавал сайт, он смог попасть на компьютерное направление. И что удивительно, некоторых из наших ребят эта работа сподвигла к литературному творчеству. Так мы стали постоянными участниками фестиваля «Мой Пушкин». Вначале я сказала, что мы познакомились с поэтами, живущими в одной из наших деревень, и решили написать исследовательскую работу поэтический гербарий поэтессы Веры Сергеевой. Так мы узнали растительный мир нашей территории, а потом нашли все эти деревья, кустами китралы в ее произведениях. Еще один молодой человек из первого, так сказать, набора нашего кружка вначале занимался исследовательской деятельностью, а затем стал писать стихи и прозу. И в этом году у нас случилась большая радость. Он издал свой первый сборник, стал лауреатом конкурса поэзия Победы Всероссийского. И вот здесь как раз фотография. Он приезжал к нам, он теперь живет в Санкт-Петербурге, он приезжал к нам в школу, встречался с ребятами из нашего исследовательского кружка, телевидение присутствовало при этом, и молодые люди, те, которые только начинают свой путь в исследовательской или литературной деятельности, с удовольствием послушали его. Вот так вкратце я рассказала о своей работе. Сделать вывод хочу такой. Во-первых, дорогу осилит идущий. Как бы сложно ни было, это не значит, что у нас не было ссор, конфликтов с ребятами. Естественно, что ребята сложные, группы риска и характер их никуда не делся. Но приятно то, что многие из них повернулись совершенно в другую сторону. Учиться лучше, кстати, если вот я предвосхищаю, всегда спрашиваю, наверное, они стали все отличниками. Нет, многие не стали учиться лучше, но приобрели лучшие человеческие качества. Они стали помогать мне, помогать ребятам. Они по-новому взглянули на семью и родителей, от которых они пытались отречься, с которыми конфликтовали. Учителя по-другому стали смотреть на этих ребят. То есть не только на уроках они могут проявить себя. На всероссийских международных конференциях они могут поехать в Артек или Орленок. Они могут представлять школу на различного уровня мероприятия. Делать это очень серьезно и обдуманно. Ну и расширился круг, ребят. Если начинали мы с группы риска, то сейчас родители и младшие, вот как раз стоят два брата на фотографии, младшие ребята стараются попасть в следский кружок. Это стало почетно, это стало престижно, сказать, что я занимаюсь следской деятельностью. Ну а что касается тем исследования, коллеги тоже всегда спрашивают, откуда они берутся. А берутся они совершенно случайно. У меня есть блокнот, и когда мы идем куда-нибудь, вдруг пролетает мимо, например, птица, кому-то удается ее сфотографировать, и тут же возникает тема, а не изучить ли нам птиц нашего населенного пункта. И тут же записывается эта тема, и это значит, что потом мы к ней обязательно вернемся. То есть в блокнотике несколько страниц всегда отводится поток, чтобы создать перспективу на будущее. Ну и в ближайших перспективах наших это создание квестов и настольных игр по тому материалу накопленному, который у нас есть. Мы уже начали эту работу. Обычная настольная игра только с наполнением, с той информацией, которая накоплена у нас на сайте вот этого нашему электронному путеводителю. Сделать такие игры, ходилки, в первую очередь для младших школьников. Ну и куда еще нас приведут, в какие направления наши исследования, остается только гадать. Вот поэтому вкратце вот так. Надежда Павловна, могу честно вам сказать, у меня не возникает вопросов по поводу вашего сегодняшнего рассказа. У меня возникло только большое чувство благодарности, которое я бы хотела выразить вам за вашу работу. Действительно сложно. Благодарность за то, как вы сегодня рассказали об этой работе. Без прикрас, без утайки, говоря и об успеваемости ребят, и о сложностях, с которыми можно столкнуться. В первую очередь, наверное, хотелось бы, единственное, точнее, что хотелось бы, это не задать вопрос, а попросить вас дать совет педагогам, которые только начинают такую деятельность социальную в своей школе. Я уверена, что среди наших зрителей также есть социальные работники и учителя, которые занимаются социальной работой. С чего стоит начать реализовывать такую программу, которую реализовываете сейчас вы, потому что я уверена, что этот опыт будет очень полезен нашим зрителям. Ну, я думаю, самый главный рецепт – это не бояться сказать детям, что ты тоже чего-то не умеешь. Так было, когда мы решили создавать сайт. Я сказала, что единственное, что я умею ходить с вами в походы и грамотно писать. Да, я могу проверять ваши ошибки. Но все, что касается современной вот этой вот компьютерной части, я не умею этого делать. И вы знаете, я не упала в глаза детей. Они очень этому обрадовались, что в состоянии научить взрослого человека чему-то. И каждый шаг мы делали вместе. И, собственно, их заслуга там даже большая, чем моя. Потому что они мне объясняли. Очень доходчиво, очень понятно. Мы искали варианты. И вот я думаю, это самое главное. И второе. 33 года у меня педагогический стаж. И я часто слышу, что дети изменили, что им что-то неинтересно. На самом деле это неправда. То есть дети, они всегда интересные. Только вопрос другой, что интересы у них могут быть другие. Но вечные ценности, они существуют. То есть желание изучать, путешествовать, оно есть у всех детей. И искреннее отношение оценит любой ребенок. Это я могу сказать совершенно точно. Спасибо вам еще раз большое. Передаем привет вашему исследовательскому кружку. Передаем большой привет всей вашей школе, педагогическому составу и ребятам, которые у вас учатся. Вы действительно делаете очень большую и важную работу. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча позволила поделиться, пускай только малой частью, но, может быть, кого-то и эта малая часть сможет вдохновить на новую работу с их учениками и в области краеведения, и в других областях знаний. Спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю встречу. Мне было очень приятно с вами провести такую беседу. Напоминаю нашим участникам, нашим зрителям о том, что нас сегодня ждет еще сразу две лекции. Они пройдут уже буквально через полтора часа. Мы ждем вас здесь же на сайте Российского исторического общества. Надежда Павловна, вам хотелось бы сказать еще раз большое спасибо и до скорых встреч. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok